По данным управления Федеральной налоговой службы по Брянской области, в 2021 году было подано около 80 тысяч налоговых деклараций. Из них 28 тысяч – те, кто обязан декларировать свои доходы. Кто продали в прошлом году свое личное имущество, движимое и недвижимое, с минимальным сроком, кто сдавал в аренду свои помещения в течение 2021 года, тот, кто получил в дар имущество от неблизких родственников. Если имущество получено от близких родственников, то в данной ситуации подавать декларацию не нужно, а необходимо предоставить заявление и предоставить пакет документов, подтверждающий право близкого родства. Заполняют декларацию индивидуальные предприниматели, работающие по общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и все те, кто занимается частной практикой. Тут гражданин, кто получил доход в прошлом году и на предприятии с него не был удержан налог, а также работодатель не сообщил об этом в налоговые органы. Поэтому он должен задекларировать свой долог и уплатить. Срок уплаты по такому налогу у нас по декларациям вообще 15 июля, то есть после окончания декларационной кампании. Ну а если работодатель не удержал налог, но однако он нам сообщил, то в данной ситуации налоговые органы сами исчезли и в налоговом уведомлении направят по месту жительства. Такой налог необходимо оплатить до 1 декабря 2022 года. Тот, кто будет уклоняться и не подаст декларацию, с прошлого года у нас внесены новшества, и уже налоговые органы сами исчезли от налог расчетным путем. Те сведения, которые у нас уже имеются, то есть у нас имеются с регистрирующих органов сведения о совершенных сделках, о сумме стоимости, кадастровой стоимости, а также у нас имеются сведения о месте работы налогоплательщика. Таким образом мы исчезлим налог и направим его в виде акта налогоплательщику. Сейчас декларационная кампания имеет возвратный статус. Большинство обращается за получением вычетов. В 2021 году ФНС вернул вычетами налога на доходы с физических лиц 1,9 миллиарда рублей. С прошлого года законодательно закреплена возможность получить вычет по упрощенной форме без подачи декларации. Банк предоставляет ФНС сообщение в электронном виде о том, что гражданин взял кредит, приобрел квартиру, нам предоставляют сведения, а у нас получается есть информация от работодателя о его доходах. И таким образом мы уведомляем налогоплательщика через личный кабинет в электронном виде о том, что он имеет право получить в упрощенной форме вычет. По упрощенной форме вычеты мы начнем предоставлять после 1 марта, когда мы получим информацию от работодателя. Срок рассмотрения электронных документов через личный кабинет налогоплательщика в разы меньше всего полтора месяца. Денис четыре года назад приобрел квартиру. Узнав о том, что ему, как официально трудоустроенному полагается имущественный вычет, собрал необходимые документы. Хотя бы хоть какая-то частичка той суммы, которую я плачу своего кошелька за покупку, я могу получить обратную сумму. Ну, она, конечно же, не настолько большая, но ее достаточно для, допустим, затраты на ремонт. Первые три года ты налоговый вычет. В следующие три года ты можешь получить за проценты, которые ты платишь банку, за то, что ты взял у банка деньги, ты можешь с этих процентов получить сумму уже плюс. В налоговой инспекции отмечают, все, кто совершал сделки в 2020 году, подавал декларацию в 2021, имеет переходящий остаток на 2022, могут получить имущественный вычет, не подавая декларации. В этом же году вступил в силу налоговый вычет на занятия спортом. На его получение необходимы кассовые чеки за абонемент, договор на оказание услуг. Также учреждение должно быть внесено в реестр УФНС. Александр Седачев, Александр Жучков, Виктор Левченков. События. Брянск.